Девушки отдыхают 6%. Одна из них в твиттере пишет следующее. XRP отброшен на годы назад. Суд будет тянуться до конца года и XRP больше никогда не вырастет более 50 центов. XRP упадет до 10 центов. Эта монета мертва. Заканчивает она это словами. Вот почему я никого не слушаю в этом пространстве и делаю только то, что хочу и думаю сама. Я с этим абсолютно согласен. Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Когда я наблюдаю вот эту картину, мне совсем не хочется спать. Приблизительно так же мне не хотелось спать, когда биткоин пробивал новый исторический пик. Вопрос этого дня. Насколько высоко, по твоему мнению, вырастет XRP в этом булране? Напиши свой вариант в комментариях. Мой прогноз от 3 до 7 долларов. Прошлый пик был на 4 долларах, так что это вполне консервативно. Кстати, чтобы вырасти до 3 долларов, XRP нужно добавить всего 250% роста. Мне упорно и долго пишет все один и тот же человек, что XRP никогда не вырастет до 1 доллара. Что ж, для этого существуют такие люди, как Jack the Ripper. В шапке твиттера которого мы можем найти следующую картинку. Ripple никогда не достигнет 1 доллара. Ripple никогда не достигнет 10 долларов. Ripple никогда не достигнет 100 долларов. Именно так будут писать хейтеры в будущем. Хотя он, наверное, имел ввиду XRP, а не Ripple. Это все-таки разные вещи. Если же мы говорим про краткосрочные прогнозы, то, скорее всего, да, Ripple XRP никогда не достигнет 10 долларов на краткосроке. Точно так же, как на краткосроке, биткоин не достигнет миллиона долларов, эфириум не достигнет 100 тысяч долларов. Но на долгосроке биткоин все еще легко может сделать и 50 иксов. Кроме этого, нужно принимать во внимание еще и принятие криптовалют, которые сейчас развиваются достаточно быстро. Еще и девальвацию самого доллара и других фиатных валют. Эти два пункта в совокупности уже делают эти цифры не столь фантастическими, какими они казались на первый взгляд. Вспомни, люди говорили, что биткоин никогда не достигнет 1 доллара. Потом, что он не достигнет 100 долларов, 20 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Известный трейдер из Амстердама опубликовал этот прогноз еще в конце марта. Целью этого прогноза является отметка в 1 доллар и 33 цента. Но если будут выходить хорошие новости касаемо судебного процесса в Соединенных Штатах, по его словам, XRP может достичь 13 долларов. Еще раз хочу показать, что это было 26 марта и пока что все отрабатывает по прогнозу. Криптоблогер с канала Crypto Violin говорит, что XRP направляется на 10 долларов. Просто послушай его. Я хочу показать вам что-то. Здесь мы имеем в виду 2, 4 и 4 сигнал. В 2017 мы имеем в виду 2, 4 и 4 сигнал. И мы взяли в виду 2, 4 сигнал. И давайте посмотрим, в какой тип цене мы получили, около 1370%. Это будет привести к нам почти точно к этому 10 долларов. Что-то больше. 10,5 долларов. Я хочу кое-что показать. Здесь у нас было 2 четких сигнала на покупку. Buy 2 и Buy 4. Затем сигнал Moon. В 2017 мы видели точно такие же 2 сигнала. Buy 2 и Buy 4. Затем сигнал Moon. Тогда цена XRP выросла на 1400%. Если сейчас все это повторится, давай посмотрим, на каких отметках мы будем. Это приведет нас почти к 10 долларам. Что-то около того. Это то, что может произойти в этом альткоин сезоне. Что ж, ребята, в этом есть смысл, как по мне. Ripple растет последним, но если растет, то быстро и резко, не давая особых шансов успеть на его поезд. Digital Assets Daily пишет. Мои мысли по этому росту. У XRP судебные тяжбы, и он исключен из списка многих бирж в Соединенных Штатах. Но представь, как быстро он будет расти, когда эти два фактора будут решены и будет четкое регулирование токена XRP. Что ж, с этим тоже не поспоришь. Тем временем, в моменте капитализация крипторынка достигала 2 триллионов долларов. Впервые в истории. То есть, чтобы добавить еще 1 триллион долларов, ей понадобилось всего 2 месяца. Сегодняшним катализатором роста криптовалютной капитализации рынка, конечно же, был XRP, который за сутки вырос почти на 50%. Далее, очень хорошие новости не только для биткоина, но и для всей криптовалюты. Которые могут привести к тому, что крипторынок продолжит пампиться. Прежде всего, Grayscale, известный инвестиционный фонд, планирует запустить Bitcoin ETF. Что это вообще значит? Bitcoin ETF означает, простыми словами, открытие ворот для наводнения. Наводнения рынка. Институциональными деньгами. Это позволит даже пенсионным фондам и страховым компаниям легко зайти на этот рынок. Если ты изучал влияние ETF на традиционных рынках, то ты точно знаешь, что такое ETF может сделать с рынком. Абсолютно то же самое он может сделать и с криптовалютой. И Grayscale, у которого есть Bitcoin Trust, сейчас работает над запуском Bitcoin ETF. Они говорят, что за последние месяцы их клиенты все чаще спрашивают о возможности существования такого Bitcoin ETF в США. Также они уверяют, что Grayscale на 100% убежден, что нужно конвертировать их Bitcoin Trust в Bitcoin ETF. Что-то я даже не удивлен этим решением, ведь совсем недавно такие банки, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, да и другие финансовые игроки, говорили о создании своих потенциальных Bitcoin ETF. Что это значит, если эти игроки запустят их, Grayscale может распрощаться со своим Bitcoin Trust. Они просто потеряют очень много денег. Так что это не только шаг навстречу своим клиентам, но и попытка адаптироваться, чтобы выжить. Исходя из этой логики, запуск Bitcoin ETF в Grayscale скорее всего свершится, что хорошо для Bitcoin и криптовалюты. Следующее событие, о котором я хочу рассказать, связано с Coinbase. И это не релистинг XRP. Это намного более масштабное событие, которое пропиарит, грубо говоря, всю криптовалюту. И сейчас речь идет про IPO Coinbase, которое ждали уже несколько лет. Я очень взволнован этим событием и считаю его крайне позитивным. Почему? Я думаю, что Coinbase не будет запускать IPO, зная, что рынок ожидает сильное падение. Они будут делать это тогда, когда рынок будет пампиться до новых высот. Листинг Coinbase на NASDAQ и проведение его IPO первичного предложения акций запланировано на 14 апреля. Этого события ждали не менее двух лет, по крайней мере уже два года назад о нем говорили. Что ж, свершилось. К чему же это приведет? Это приведет к еще большей популяризации криптовалют и созданию моста между традиционными финансовыми рынками и криптовалютами. И, конечно же, это приведет к тому, что еще больше людей смогут зайти на криптовалютный рынок. Я думаю, что нужно попробовать как-нибудь купить акции Coinbase. А вдруг Coinbase окажется новым Амазоном спустя 10 или 20 лет. Но это не финансовый совет, разумеется. Далее, микростратегия все никак не успокоится и продолжает накапливать биткоины. На этот раз они купили биткоинов на сумму 15 миллионов долларов по среднему курсу 59 339 долларов за биткоин. Майкл Сейлор, глава этой компании, у себя в Твиттере опубликовал полный отчет. Состоянием на 5 апреля, по его словам, в их активах насчитывается 91 579 биткоинов на сумму более чем 2 миллиарда долларов. Средний курс покупки составил 24 тысячи баксов. Что ж, молодец, Майкл продвигает биток в массы. Следующая новость меня поразила. Голдман Закс еще в 2017 году жестко критиковал биткоин и пророчил ему падение до нуля. В 2021 году именно он работает над упрощением доступа своих клиентов к биткоин-фондам. Это, понятное дело, ускорит институциональное принятие биткоина. Инвестиционный банк поможет состоятельным клиентам инвестировать в цифровые активы, создав новую группу цифровых активов в рамках своего подразделения по управлению частным капиталом. Попахивает биткоин-ИТФом, не так ли? Биткоин получил признание после стремительного роста своей стоимости за последний год. Поскольку все больше людей не просто хотят, а требуют помочь завладеть им, финансовые фирмы изо всех сил пытаются удовлетворить этот спрос, сообщает банк. На фоне низких мировых процентных ставок и обесценивания фиатных валют, биткоин становится популярным активом для некоторых инвесторов и топовых компаний. Но не только лишь у биткоина за спиной происходят события. Банк Японии запускает пробную цифровую иену. Осенью прошлого года я обозревал документы этого банка, в которых были описаны планы Японии по созданию и испытанию цифровой валюты Центрального банка. Сегодня же банк Японии подтвердил, что начал первую фазу испытаний собственной цифровой валюты. Тестирование продолжится до марта 2022 года. В то же время Китай тоже приступил к испытаниям цифрового юаня и планирует запустить свою цифровую валюту уже в 2022 году. Похоже, 2022 год грозится стать годом массового внедрения цифровых валют Центральных банков. Очень интересно будет посмотреть не только на то, как это может повлиять на роль доллара в качестве мировой резервной валюты, но и на то, как криптовалюты, созданные в том числе и для выполнения роли мостовой валюты между цифровыми валютами Центральных банков, себя поведут. Короче говоря, нас ожидает очень много интересного. И чтобы его не пропустить, советую подписаться на канал и нажать на колокольчик, а также поставить лайк под это видео, если оно тебе понравилось или было полезным. Давай наберем хотя бы 5000 лайков, мне будет приятно, а каналу помогает расти. Также подписывайся на телеграм, ссылка на который в описании. Иногда там выходят посты, которые никак не обозреваются на ютубе. Делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok